Это ваш семейный стан, религийность, стан здоровья, ваш образ жизни, ваши привычки и так далее. Это все ваши персональные данные. И только вы хозяин этой информации. И только вы имеете право ее распоряжаться, никто больше. Это первый момент. Второй момент. Есть такое понятие, как информация, добываемая правоохранительными органами во время проведения следствия или оперативно-розыскной деятельности. Должна ли она быть во время следствия открыта? Нет, конечно же. Иначе нет смысла вообще тогда в расследовании. Есть понятие государственная тайна? Есть. Практически у каждого государства. Поэтому еще раз. Думать о том, что свобода слова может быть абсолютной или тотальной, это неверное представление о том, что такое свобода слова. Не бывает черного и белого. Мир к счастью или, к сожалению, для кого-то по-разному строится на полутонах в том числе. И если мы в таких конституциях, то есть конкретные ограничения. Действие прав на информацию может быть ограничено законом в интересах нацбезпеки, территориальной ценности, або громадского порядка с метою запобегания за воружение или злочинам, для охраны здоровья населения, для защиту репутации или прав других людей, для запобегания разголошению информации, удержанной конфиденциейно. В чем серьезность той ситуации, которую мы обсуждаем? В том, что эта информация была конфиденциальной. Ее вынесли на суд людей. Вот сейчас в Украине происходит примерно то же самое. Политики в Комитете по вопросам свободы слова и информации работают над одной существенной проблемой. Что сделать? Открыть дверь настиж или оставить щелочку для журналистов, как людей, которые несут эту информацию обществу? Находим золотую середину. Оставить дверь полуоткрытой. Что имеется в виду? Сейчас мы работаем над законом о доступе к публичной информации. И сейчас мы уже пришли к единой редакции, которая устраивает абсолютно все фракции парламента. И я надеюсь, что до Нового года Украина получит новое медийное законодательство по части доступа к публичной информации. Но, что было существенно важного в этой работе? Когда мы получили ту редакцию, которую предложила оппозиция, мы поняли, что практически права на персональные данные, права на частную жизнь, права на сохранение конфиденциальной информации в собственном владении и обнародование ее только по желанию самого владельца, они практически ничем не защищались. Слава Богу, что мы нашли компромисс, мы убедили в своей правоте оппозицию. И у нас сейчас вообще вырисовывается шикарная ситуация. У нас к концу года в зал попадет два законопроекта. Один оппозиционный, за который коалиция будет также голосовать. И коалиционный, за который будет голосовать оппозиция. То есть мы пошли по пути компромиссов, не ставя ультиматумов. И теперь я могу с ответственностью заявить, что Украина нашла, вот в данном случае, отвергнув все политические пристрастия, тот единый путь, который ведет действительно к развитию демократии в нашей стране и к доступу любого гражданина и журналиста к публичной информации. Но опять-таки мы столкнулись с тем, что даже при разработке некоторых норм, некоторые наши медийщики и эксперты не понимают вещей, таких как персональные данные. И нам еще предстоит обществу объяснять, что это такое, и даже учить отстаивать свои права любому из граждан. Потому что, как оказалось, некоторые из нас даже не умеют пользоваться законодательством. Александр Натыненко. Это все, я согласен во многом, но тут просто, когда мы говорим, возвращаясь все-таки к Викликсу немножко, еще, потому что мы сейчас о другом, наверное, будем уже говорить. Так вот, возвращаясь к Викликсу, ведь это вещь, это явление, которое к законам не предусмотрено, его нельзя предусмотреть законом, оно антизаконно по природе своей. Вот, и мы еще, и сейчас, кстати говоря, вот вчера мы с журналистами обсуждали, ведь на самом деле вопрос-то такой глубокий и философский. А вот этот парень, который я сделал этот сайт, он вообще кто? Он журналист? Если он журналист, то он лучше журналист десятилетия. Он не журналист. А почему? Идея журналистов, это... А потому что, нет, журналисты Нью-Йорк Таймс, которые взяли, проверили информацию, ну как могли, да, профильтровали и дали, а он... Ну хорошо, если бы... Вы же знаете, что наша профессия, что надо для хорошего репортера, да, хорошая пара обуви, ну чтобы ходить много, да, и фильтр дерьма, простите. Да, так у этого человека нет ни того, ни другого. Понимаете, он... ну если у него там обувь есть, но фильтр... Нет, я к чему об этом говорю, представляю, практика публикации документов... А он правозащитник. Нет, практика публикации документов, она-то вообще распространенная. Это же не первые документы, которые появляются в сети. Просто их много. Просто они разные, их много, это происходит в Украине неоднократно, в разных странах и так далее. И нам надо просто понять для себя, ребят, мы защищаем этих... Это журналисты, и мы их защищаем, они попадают там под защиту... Или кто это? Или это люди, которые просто занимаются... Я думаю, что на самом деле не важно, Александр, разбираться в том журналисту. Нет, это важно, потому что эти люди в случае чего придут к вам. Абсолютно. Нет, Лена, это не журналист. Я думаю, что это абсолютно не важно. Важно, что просто общество сейчас эти документы увидело, оно их получило. Опять-таки с поправкой на то, все ли они там реальны, все ли они там, скажем так, натуральны. И справа в том, что вы много говорили про то, что мае бути певный защит приватного життя. Я понимаю, нет проблем. Но если этот защит приватного життя переходить так же и на публичных людей? Я поясню, почему. Мы помнимо, что были скандалы там Миттеран, Клинтон и так далее. Думайте, мне, честно говоря, патриотизм сегодня распирал. Виявляется, что сгаданный сегодня Каддафи мае коханку, медсестру из Украины. И это выходит из Викиликс. Ну скажите мне, пожалуйста, а мы не можем знать, например, кто наши найвищие пости в наших государствах, кто в них медсестра работает, например? Михаил, это как-то поможет общество решить его проблемы? В випадку Клинтона и Миттерана допомогло. Вы поймите, что... Если говорить про Францию и про Штаты, допомогло бы, потому что там очень сильно изменилось общество после этих скандалов. В соответствии, там есть определенный доступ к информации. Вы поймите, что такой самый доступ к информации предоставленный вашим законом? Начну немножко вот с самого начала вашего вопроса. Вы знаете, есть большая разница, и мы, кстати, в законопроекте это учли. Есть понимание общественного интереса. Вы согласитесь со мной, что иногда есть группа людей, которым интересно даже цвет белья там знаменитости. Окей, да? Ну, у Моника Левински было интересно. А есть понятие общественно значимой информации. Это тогда, когда информация действительно влияет на состояние дел в стране и на каждого гражданина этой страны. Это первый момент. Что касается публичных личностей, что касается государственных чиновников, что касается службовых осип, как в нас есть в законопроекте, это люди, которые, скажем так, имеют меньший иммунитет в отношении интереса общественности к ним. И с этим все согласились, и политики, и медийщики, ну, естественно, журналисты, потому что им это выгодно. И там есть сноска, что чиновники первой и второй категории, члены кабинета министров, публичные люди, они должны априори согласиться с тем, что к их личности, к их семьям, к их декларациям может быть доступ общественности. Но все-таки мы попытались найти вот эту золотую середину, зная, что даже чиновник высокого ранга, он прежде всего человек, и у него тоже есть право на личную жизнь. Спасибо. Паня Олено, с приводу золотой середины, Савик, ну, дуже багато зауважений. Как раз вот зачитаю. Тетяна Завальна пишет вам. Нет, люди должны знать как можно больше про то, как управляют нашей страной, а не приоткрыть дверь, пани Елена, это все равно, что сказать полуправду. Вот такие вот листы просто сыплются, заразка. Я не могу сказать, что она права или я не права. Я имею право на свою точку зрения, поэтому, знаете, ни она, ни истина, ни я. Спасибо, Лена. Спасибо. Политик имеет точку зрения, должен иметь. Я хочу сказать, что вот завершить то, что говорил Александр Мартынин, дискуссия, которая вчера была по поводу... Я вам сразу это объясню, просто это будет неинтересно, даже непонятно людям, но объясню. Вот, да, Watergate и импичмент президента Никсона. Источник в Белом доме дает информацию, два храбрых репортера, вокруг этой информации узнают правду, это публикуется, доводят до импичмента. Здесь просто совестный рядовой отдает 250 тысяч, и эти 250 тысяч валом появляются в интернете. Это не журналистика, это общественная позиция, это общественный деятель, это правозащитник, все что угодно. Он выбрал оттуда 100 документов, это было в журналистике? Нет, ну если бы он их проверял, если бы он с ними работал, он... Разумеется, расследование-то тогда, ну, а как? Если я не ошибаюсь, расследование по Watergate у Washington Post длилось, по-моему, чуть ли не три или четыре года. Нет, это началось в 72-м, импичмент был 9 августа 74-го, полтора года. В отношении которого журналисты несли полную ответственность, они были суперответственны. Вот вчера была одна из международных конференций, проведенных Фондом развития Украины Ахметова, которая касалась свободы слова. Так вот, ключевое слово, которое звучало от колумбийцев, россиян, американцев, канадцев, поляков, которые представляли журналистский мир вообще, это было слово «ответственность». Правильно. Вот вы говорили, Watergate, это новый журнализм, потому что тогда не было носителей таких. И следствие такое же, как и было в 1972 году. Так, следствие такое же, потому что что такое журналист? Это публичная профессия. Это человек, который делает информацию общественно значимой, не приватной, не индивидуальной, а общественно значимой, и который влияет на солидарность в обществе, имеет политические последствия. Просто раньше не было интернета. И вот этот человек, который, так, Асанж, он есть журналист новой эпохи, эпохи интернета. Ну, это, конечно, вопрос, который у нас будет шанс обсуждать, потому что мы будем следить, в надежде, что швейцарский сайт не закроют. Да, но я думаю, что раз пять газет публикуют, то это будет продолжаться. И каждую неделю мы все же будем возвращаться к самым главным моментам и обсуждать самые главные повороты. Но в нашей вчерашней дискуссии Жулиан Асанж, он кто? Ну, по крайней мере, предложение того, что он человек года, было. Он реально, наверное, человек года. Предложение, что он, назвать его гражданином года. Гражданин года, да? Нет, вот именно гражданин. Гражданин года. После рекламной паузы женщины. Гражданин года. Спонсор показу «Филипс Сенсо Тач 3Д». Наша найдоскональнейшая притва пока что. ЧП у нас. Что случилось? У моста. Народ собрался. У меня нет оружия. Опустите автоматы. Да, автомат. Себе раздобудешь другой. Прости, хрень. По какой причине введен карантин? Нарисуйте медикаменты. Много раненых. Десять шагов назад. Хватит! Премьера. Там живые. Перший фантастичный детективный сериал «Шахта». Від творців глухаря. Неділя о 18. Все по-настоящему. Футбольный уикенд. Щонетилі о 22.25. Партнер програми «Оболонь». Улюблене пиво вболівальників. Саме за допомогою новоційних кріотехнологій «Медов Вінтер» набуває особливої м'якості. Медов. М'яка тому, що медов. О, нарешті. Не приховані з вами. Новий Німіров делікат. М'який підхід до делікатних ситуацій. Буду очень-очень. Вновь сміняє день. Давай друг друга украдем. Ні втопці мене не понимає. Любовь моя. Я йду босиком за тобою. І через расстояние. На каналі «Україна». Пісня року 2009. Завтра о десятій. Двоє найкращих співаків країни у фіналі. Суді вже нічого не вирішують. Адже переможця визначаєте ви. За Сана Білялова відправляйте 10 на номер 212 або телефонуйте 0900-309-020. За Тетяну Втемову відправляйте 5 на номер 212 або телефонуйте 0900-309-025. Кожен ваш голос варти півмільйона. Хто отримає головний приз і звання народної зірки? Дивіться завтра о 17. Хочеться акаліпсис. Тож, щоб все це з нуля. Так починався легендарний серіал. Увидят нас с пивом по форме так вкатят. Капітан Глухарёв. Это тот товариш капітан, о котором я подумал? Потому что я ответственный исполнитель. Його верный друг. Зарвут он все, к ядрений фень. І дуже красивий начальник. Вы очень даже клёвые. Я же все-таки женщина. Ты майор милиції. Найкращі серії улюбленого Глухаря. Щас догоню і накажу. Завтра о 20. Доброго вечера. Сегодня второй раз мы будем говорить на очень специальные темы. Продолжается специальный проект программы «Шустер Лайф» совместно с Европейским Союзом и Министерством по делам семьи, младежи и спорта. В общем, мы будем говорить о мужчинах и женщинах. Поэтому я предлагаю зрителям не переключаться, оставаться на канале. Это очень тонкие проблемы. Должно ли быть равенство? Это одно. Должен ли мужчина содержать женщину или они равной степени ответственны за семью? Может ли мужчина уходить в декрет? Что очень важно. Это очень важно, потому что женщина, которая рожает ребенка и хочет продолжать работать, это нормально. И мужчина должен иметь возможность за ребенком присматривать. Для этого ему тоже нужен декрет. Вот эти темы мы обсудим. Гости. Наши гости немного изменились, хотя остались еще и люди, которых вы уже сегодня видели. Равиль Софиулин, министр по делам семьи, младежи и спорта. Добрый вечер. Рядом Лариса Кобелянская, координатор проекта программы равных возможностей и прав женщин в Украине. Екатерина Левченко, президент Международного правозащитного центра Леострада Украина. Людмила Супрун, лидер Народно-демократической партии. Ольга Купец, специалист по гендерному равенству на рынке труда. Рядом Лидия Лисимова, президент Международной общественной организации «Женщина третьего тысячелетия». Анна Пантус, домохозяйка, которая доказала, что все-таки можно правильно выходить из декрета, хотя потеряла громко работу, будучи в декрет. Надеюсь, вы расскажете о своей истории нам сегодня. Снежана Егорова, известнейшая мать четырех детей. Сегодня она именно в этом качестве. Ну и, естественно, актриса и телеведущая. Рядом отец четырех детей, может быть, если кто не знал. Да, Михаил Винницкий, доцент. Обычно, кстати, дети не одинаковые, да? Не одинаковые, что ты имеешь в виду? Не одни и те же дети у Снежаны и у Михаила. Может быть, много кто подумает об этом. Вадим Карасев остался и Александра Кужель. Еще раз добрый вечер. К нам присоединился еще Елена Суслова, общественная организация «Информационно-консультативный женский центр». И Олесь Бузина, писатель, автор книги «Верните женщинам гаремы». Все. В 2005 году вышел фильм режиссера, американского режиссера Ники Каро «Северная страна». Да, Шарлиз Торон главная роль. Да, она играет там главную роль. В общем, там реальная история. Вы знаете, что в Соединенных Штатах сексуальное домогательство – это практически уже… То есть борьба с сексуальным домогательством – это практически религия. И вот этот фильм как раз «Шахты, женщины, трудная работа» и групповой иск со стороны женщин по вопросу о сексуальном домогательстве. Вы знаете, что творится в стране? Наши сограждане выбрали президента, который позволил иностранцам заполнить рынок дешевой сталью. Повсюду сокращение, шахты закрывают одну за другой. Какое это имеет отношение к тому, что Эрл наглыл на полшере на работе? Вы не слышали, что я сказал? Вы занимаете чужие рабочие места. Эти парни вам не друзья. И я вам не друг. Вам здесь не место. И вы отлично-то знаете. Но вы не желаете об этом слушать, верно? Тогда выслушайте совет. Работайте вовсю, держите язык за зубами и проявляйте мужество. Папа, мы купили дом. Заплатили первый взнос. Радёшь от меня поздравлений? Как будто я ворую. Я вкалываю за дня в день, так же, как и ты. Выходит, между нами нет разницы. О, нет. Разница есть. Ты выходишь на работу не боясь, что о тебе будут писать гадости на стенах, или что тебе подкинут какую-нибудь мерзость. Тебе не приходится бояться, что тебя изнасилуют на рабочем месте. Все, сказала. Пошла к хренам отсюда. Вали домой! Я спросил, хочет ли выступить кто-либо из братьев. По закону, собрание не может закончиться, если кто-то из его членов, мужчина или женщина, хочет взять слово. Я тебе покажу слово, сушка! Меня зовут Джози Эймс. Джози, покажи свои титки. Я не хочу, чтобы шахту закрыли. Я просто хочу работать наравне с остальными. Получать зарплату в конце недели, кормить детей, и чтобы я могла себе позволить в субботу вечером посидеть в баре. И каждая из женщин там, в задних рядах, знает, о чем я говорю. Вы все знаете, что тут происходило. Время вышло. Нам нужна эта работа. Но издевательства не прекратятся, пока мы не скажем «хватит!». Регламен три минуты. Снежана, такой сценарий для Украины актуален? Вы знаете, я сейчас с огромным вниманием просмотрела этот отрывок, и я задумывалась о том, насколько эти проблемы актуальны для Украины. Я думаю, что во многом, да, безусловно, женщины, наверное, чувствуют, что мы живем в очень сильно восточной стране в Украине, потому что мужчины все-таки занимают главенствующие позиции. И если женщина пытается становиться с ними в один ряд и пытается доказывать, что она не глупее, что она активна, что она может позволить себе и рожать детей, и работать, и доказывать какую-то свою профессиональную состоятельность, то этой женщине приходится гораздо больше трудиться, гораздо больше прилагать усилий. Ну, в общем-то, знаете, как в этой сказке про «Алису в стране чудес», ей приходится бежать гораздо быстрее, да, для того, чтобы хотя бы удержаться на месте. Потому что все-таки существует мужское братство и заговор против женщин. Заговор против женщин. Ничего себе! Вадим Карасев, вы заговорщик? А я хотел бы для начала обратить внимание вообще на тенденцию в мире. Посмотрите, как увеличивается число женщин, премьер-министров и президентов. Это не случайно. Такая как бы цивилизм... Так в Украине был премьер-министр? А в мире больше становится. И президентов, и избираемых. В Украине ее нет. Это первое. Нет. Во-вторых, понимаете, Украина тут немножко другая. Не случайно. Украинскую женщину премьер-министры называли больше мужчиной, нежели украинские мужчины. Это, я думаю, скорее исключение из правил, которые подтверждают правила, но к которым Украина пока достаточно далека. Второй момент. Действительно, Украина более патриархальное общество. В этом смысле оно менее современное, чем сегодня продвинутые, развитые, прежде всего, нордические, северные, скандинавские общества. А теперь о главном. Слушайте. В своей такой классической книге, которая называется «Капитализм и шизофрения», Жиль де Лёс, французский философ, сказал важную вещь, которая характеризуется в этот фильм. Женщины не существует. Парадокс. Как не существует? Существует же. А вот он объясняет, что женщина существует как приложение к мужчине. Или антимужчина. Мужчина сильный, женщина слабая. Мужчина рациональный, женщина иррациональная. Нет. Определение женщины, философское, политическое, социальное, давалось как отрицание мужчины. Через мужчину. Не через женщину саму. Не через женщину, как объект дается определение женщины. А через мужчину. В этом смысле женщины не существовало. Она существовала как домашнее приложение мужчины. Отсюда весь сексизм. И только вот сейчас, на исходе 20 века и начала 21 века, женщина стала уже, в развитых странах, уже стала существовать. Она стала бороться за свои права. Она стала деловой. Более того, возьмите в политику, в коммерцию, проникают женские практики. Что такое реклама? Реклама это соблазнение. Надо соблазнить, чтобы купили. Кто лучше всего соблазняет? Поэтому отсюда сегодня, вот мы в мире коммерции, потребительства, женщина начинает играть первостепенную роль. Ну а техника домашнего быта дает возможность женщине сегодня уходить от домашних дел, перекладывая это на технику, на фирму Бош, на стиральные машины и так далее, и так далее. Но в Украине такие писатели появились только в 21 веке. И один из них сегодня здесь в студии. Екатерина, вам не что ответить, Вадим, да? Мне есть не просто что ответить, мне есть что добавить. Потому что это мой преподаватель, которого я училась когда-то в Харьковском университете. И феминизм. И вы поняли, что вас нет? Конечно, меня нет. Когда я говорю преподаватель, я употребляю слово мужского рода. Когда я говорю учитель мужского, премьер-министр, президент, все, что мы говорим, юрист, директор, начальник. У нас нет в словаре женских терминов, когда мы называем должности. Я вам более того хочу сказать. У нас есть в классификаторе профессии такая профессия, как медсестра. Но мужчины, заканчивающие медицинские училища, получают квалификацию медицинской сестры, потому что нет квалификации медицинского брата. А самая женская профессия водитель трамвая при этом. Понимаете, то есть в этом плане не существует. Но я хочу вернуться к первой части, к тому, что мы видели с вами по телевизору. Это, к сожалению, американская версия, но украинский еще хуже. В Харькове была попытка, так сказать, жаловаться на сексуальные домогательства на рабочем месте, которая привела к издевательствам со стороны правоохранительных органов, отказу в рассмотрении уголовного дела, в преследованиях тех, кто всем этим занимался. И сейчас дело готовится в Европейский суд по правам человека. То есть на самом деле, вот то, что мы увидели, очень характерно по духу и по идеологии для Украины. Правда? А вот, господин министр, вот у меня к министру вопрос. Вопрос у меня к вам. Вот проблема сексуального домогательства, она существует? Она есть? Вы получаете такие сексуальные? Ну, я думаю, есть она. Но говорить, что это поголовно, я бы тоже не стал. Вот мы увидели один сюжет. Я вам приведу, как в качестве примера, другой сюжет. Не помню название фильма героиня. Дэми Мур и Майкл Дуглас. Главная роль. Прямо противоположная картина. Домогательство, оно уже со стороны женщин. Да. А что, разве домогательства мужчины к мужчине не бывает? То есть вы жертва сексуальных домогателей? Я жертва сексуальных домогателей со стороны женщин. И причем, когда они начинают домогаться, они все женщины нравятся. Вы поймите правильно. Одни нравятся, и ты с удовольствием воспринимаешь их домогательство, а другие не нравятся. — Вы действительно в обнушении? — Ты такой, как все мужики. Все вы мужики трусы, да? Но ты чувствуешь себя после этого замечательно, потому что ты не стал жертвой сексуальных домогателей со стороны женщины. — Кто вам первым это сказал? Вы назовите ее имя на всю Украину. — Я не буду вам об этом говорить. Этих имен много. Вот честно я вам говорю, женщины, к сожалению, у нас общество не патриархальное. — У нас общество матриархальное до сих пор. Потому что если бы мы были патриархальным обществом, вот Франция — патриархальное общество, Россия — патриархальное общество, Британия — патриархальное общество. — Потому что у этих стран всегда были колонии. Украина играла роль младшей сестры вот у России, да? Вот в России патриархальное общество. Там пришел мужик, стукнул по столу, да? И никаких там нет женщин-премьер-министров, никаких нет гендерных проблем в России, потому что это патриархальное общество. У нас общество матриархальное. У нас женщина выходит на пенсию во сколько лет? В 55, а мужик в 60. Ущемление прав мужика? Ущемление прав мужика. Вот. Лариса Кобылянская, чьей профессией является как раз эта тема? Наверняка есть вам что ответить. Ну, знаете, навіть якщо человек гуркнув кулаком, це ще не означає, що він сильный. Потому что дуже часто це є виявом якраз слабкості, а не силы. И я б так впевнено не говорила про величезный досвид у звабленных женщин, как досвид того, что это свидетельствует про какую-то матриархальность и так далее. Будь-якое домагание сексуальное по отношению чи до женщины, чи до человека, оно является принижением. И, мабуть, из точки зрения восприятия женщин, таких зазиханий на нею, как и человека, абсолютно неправильным. Я просто не вижу, чем у вас ображается, когда это касается человека, и вы не видите, что это принижение, когда это касается женщины. Послушайте, я в своей жизни никогда женщин не домогался. Я вообще считаю, что большинство людей в Украине никогда сексуально не давили на женщин. И вот эти сказки про сексуальное домогательство, это в основном сказки. Вот мне один следователь рассказывал следующую историю. Он говорит, слушай, вот когда ей в полпервого ночи два этих парня говорили, пошли посмотрим новые диски. Вот о чем она думала в полпервого ночи, когда она туда шла? Естественно, они воспринимали это как провоцирующее поведение, особенно так, как у нас одеты женщины. Посмотрите на себя. Вас всех нужно одеть в чадру. Вас всех нужно... Вот все женщины здесь одеты неприлично. Неприлично. Вы все показываете ноги, независимо от того, какой у вас возраст. Вы все пользуетесь макияжем. С точки зрения любой мусульманской страны, или с точки зрения традиционной православной морали, вы жуткие грешницы. Вот все вы, присутствующие здесь, в аду будете гореть. Чадрация абсолютно не славянский обе. Так, ну я думаю, что его пора раздирать на кусочки. И первая вот девочка, барышня в брюках, которая не собиралась показывать в колене, рядом сидит. Да, ну по-моему, тут мало кого. Это очень интересно. Думах, тыся, Олеся. Елена Суслова, пожалуйста. Олесю, он столько наговорил, что можно на все ответить. Очень типовый пример. Это один случай, особенный, и заглядывается на то, что это в всем мире, и перекручений очень много. Я слышала одно про разный пенсионный век. А вообще, шановые, вы знаете, откуда взялся этот пенсионный век? Их очень часто говорят, ну это же, чтобы девочек оберегли от того, что это стало. Но это все брюхня. Когда одни человеки на начале 20-го столетия придумали, або раньше, придумали такую оружие, которая очень хорошо снищивала других человеков, и нас снищивала так, чтобы уже не было кому, другим человекам, работать на этих предприятиях, покликали... Я хочу сказать, что на самом деле вопрос о лидерстве женщин совершенно в другом. Раньше тот, кто более физически был сильным, тот больше зарабатывал, тот был хозяином семьи. Сейчас физическая работа и оплата труда – это совершенно разные вещи. Сейчас оплачивается труд интеллектуальный. И поэтому женщина становится таким же добытчиком для семьи, такой же добытчицы, как и мужчина. И поэтому права женщины и мужчины уравниваются. Именно поэтому женщины выходят вперед. Что касается Украины, у нас никогда женщина не была на втором плане, не была угнетена. Потому что она была добытчицей. Когда мужчины охраняли территории, они собирали колосья, они доили корову, они содержали семью, и они были добытчицами. И поэтому в украинской ментальности мужчина – это сидящий казак Мамай с Лирой, с Кобзой, играющий, прекрасные, поющие музыкальные песни. А женщина – это так, кто стоит вот так. И все равно, есть на какой стороне тюбитейка. И поэтому в Украине это будет, и было раньше, и будет теперь. И дальше будет еще больше. Потому что мы освобождены от тяжелого физического труда, а наш интеллектуальный труд будет оценен равнозначно. И мы сможем выполнять такие же функции, какие выполняют именно личности в обществе. Что касается домогательств, не надо делать себе рекламу. А что касается женщин, то почти каждая женщина, я уверена, в этой стране подвергалась определенным сексуальным домогательствам. И зависит все от того, как этому сопротивляться. Если человек зависим по работе, если он не может сопротивляться, да, это потом является проблемой. Если же женщина может сопротивляться, причем физически, могу сказать, что и я подвергалась попыткам, но благодаря своему характеру и физической силе я давала сдачи больше, чем нападающие. И поэтому я думаю, что многие женщины, кто в этой студии, могут поддержать в знак солидарности и сказать, что это правда. Потому что подвергаются женщины домогательствам. И я хочу сказать, что женщины, умейте сопротивляться, имейте чувство, собственно, достоинства. Потому что любовь, это свободное чувство. И никто не имеет права унижать тебя, потому что ты женщина, или потому что ты подчиненный, или потому что ты должна слушаться на работе мужчину. Мне кажется, в Украине есть условия для равноправия, для гендерной ревности. Есть условия для участия женщин в политике. И этому подтверждение многие женщины. Наша Валентина Шевченко, наши другие политики. Юлия Тимошенко, Александра Кужель, Богатлицкая Валентинская. Другое дело, что мужчины не хотят женщин пропускать. Но нас это не волнует. Мы все равно будем добиваться. Если мы можем этого добиться, и мы интеллектуальны, то будет победа на нашей стороне. А я буду показывать ноги, если они хорошо выглядят. А если у кого-то плохо выглядит голова, пусть ее прикрывает. Я считаю, что это нормально. Нет, ну я бы сказал, что Олесь сказал одну вещь, которая достаточно опасная. Потому что сколько раз на судебных процессах о изнасиловании женщин приводится аргумент, что она сама спровоцировала. Это очень опасно. Это правда, это вводит это насильников от правосудия. А мне одну минуту после паузы. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 5 Артем Ширинов Номер 6 Давид Табатадзе Номер 7 Юрий Павлючик Номер 8 Андрей Шаманский Номер 9 Валентин Куц Номер 10 Голосуй за своего чемпиона. Я рассчитал время всем не успеть. Значит, это один лишний. Ты на месте? Почти. Только веди его аккуратно, ладно? Нам нужна вся троица. Я должен успеть. Все сделать завтра. На эту карту поставлю. Все. У меня для вас есть информация, которую позволят отправлять Кирилл Павлович. Сестра моя. Зачем ты ее пыли? А ее сын? Маленький Антоха. Все готово. Что теперь? Сегодня уходим. В Тече. Неделя 20-25. Хочется акалипсис. Ну, чтобы... Чтобы все это... С нуля. Так начинался легендарный сериал. Увидят нас с пивом по форме, так вкатят. Капитан Глухарев. Это тот товарищ капитан, о котором я подумал. Потому что я ответственный исполнитель. Его верный друг. Зарвут он все к ядре не фень. И дуже красивый начальник. Вы очень даже клевые. Я же все-таки женщина. Ты майор милиции. Найкращий серии улюбленного глухаря. Сейчас догоню и накажу. Завтра о 20-й. Медо Винтер. Медо Винтер набуває особливої м'якости. Медо. Мьяка, потому что медо. О, наконец. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А, пустая. Кілька цвях и вы в порядок. А, как вы шли? Повзбудуник старого Джона Бринана. Я гадал, он живет за два местечка с лица. Может, он как раз приезжал. Фула, как твой новый коньяк? Так, как витер. Просто летает. В далеком 1780-му часы были сувори, но, благодаря Джеймисону, виски были так же мягкие, как и сегодня. Новый Немиров деликат. Мьякий підхід до деликатных ситуаций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все по-настоящему. Футбольный уикенд. Щонетиле о 22.25. Партнер программы «Оболонь». Улюблене пиво вболевальників. Таймничий дим. Дом не убирается уже больше недели. Знаете, с тех пор, как исчезли все слуги. Просто взяли и исчезли. Дивні правила. Ни одна дверь в доме не может быть открыта, пока не заперта предыдущая. Загадковые мешканцы. Может, они привидения? Та не Коль Кидман. Ты знаешь, что происходит. У мистичному треері «Инші». Неділя 23.50. На Скульшану можно дивиться на три речі. Легенда, что оживают. Боротьбу добра и зла. Та культовый фильм «Мумія повертається». Понеділок 21.20. Страшные слова и термины. Сексуальные домогательства. А я вам скажу следующее. Харасмент. Это слово, которое понимают сегодня здесь все, находящиеся в студии. Оно же домогательство. Мы все-таки не закрыли эту тему. Все-таки, что там у причинок? Кто виноват? На самом деле, это все жестоко, как Олесь Бузина описывает. А что он описывает? Он к нему домогает. До него домогает. Все женщины такие страшные и опасные. Может, даже пол поменять, что ли. АПЛОДИСМЕНТЫ Женка может вдягать все, что ей завгодно. И паранжа может выглядеть не менее сексуально, чем меню юбка. Все залежит от обставин. До речи, зараз физуватися паранжою у Східних країнах, принаймні пострадянских, вважаються лидно-високою модою. И ставить в залежность вигляд женщины и какие-то намеры, что до ней спрямованы на ее честь и гидность, это абсолютно безпредставные вещи. А что касается сексуальных домоганий, то это те действия, которые коются на рабочем месте, подчас действия женщины ее работы, подчас, фактически, службовых отношений. И это абсолютно разные вещи. Если женщина гвалтуют на улице, то это криминальная ответственность. И карается абсолютно в усіх країнах віктимизувати поведенку жінки, аби в черговый раз зробити ее винную в тому, что человек ее гвалтує, что может быть циничней. Фактически до цього Олесь запрекает. Это неправильно. У вас наверняка есть масса историй. Спасибо огромное, потому что я здесь, наверное, больше всех в политике женщина с 94-го года. И хочу сказать, что... И наоборот. А? Это так. Ага. Вот. Но хочу сказать, что я абсолютно уверена, что... Вот госпожа Сафрун сказала, что все-таки у нас женщина первична. Да, она первична, но она об этом никому не говорит. Мы исторически все так воспитаны на Украине, что мы выдвигаем вперед мужчин. И, к сожалению, вот за 16 лет, что я смотрела, у нас мужчины никогда женщин не пропустят 100%. Поэтому я, не любя квоты, поддерживала квотный принцип закона. И ни один мужчина не сказал, что это надо. Знаете, что мне понравилось? Ну, это же вопрос воспитания этикета. Один молодой журналист, он сказал, госпожа Кужель, вы что хотите сказать, что в стране есть 30% готовых женщин идти в политику? А я на него глянула, говорю, то есть ты абсолютно уверен, что 70% готовых мужчин есть? Вот это даже понимание. Теперь по поводу одежды. Я с вами не согласна. Я с вами не согласна, что вы сказали, что она может одевать что угодно. Женщинская одежда, это есть определенный сигнал. И поэтому я считаю, что нельзя идти в государственную службу, на фирму, в институты, с голыми животами, с обтягивающими. Это нехороший сигнал. И во всех странах мира принята норма. Нельзя идти вызывающе отвлекать от работы. Это ты даешь неправильный сигнал. Звери тоже себя раскрашивали, чтобы давать какой-то там сигнал в различных сексуальных играх. Поэтому я думаю, что мне очень нравится в этом отношении между мужчинами и женщинами книга «Мужчины с Марса, женщины с Венерой». Я когда ее почитала, очень многое стала прощать всем своим трем мужчинам, двум сыновьям и мужу. И поняла свое место в этом отношении. Но хочу сказать, что один аспект, о котором, наверное, здесь присутствующие женщины не скажут. И могу вызвать, кстати, не очень положительную реакцию. Я очень часто за 16 лет встречалась с тем, что у нас более 100 всеукраинских организаций женщин. И против женщин голосуют женщины. Очень часто, когда я встречалась с избирателями, мне очень часто подходили жены и жаловались. Говорят, ты представляешь, а мой пошел и все-таки там за тебя проголосовал. А я ему говорю, а что же ты ее листовку повесил? Это баба! То есть она не воспринимала как политика. Я думаю, что вот то, что сейчас делается движение женщин в Украине, в первую очередь, нужно научиться друг дружку любить. Каждую такая, какая есть. И прощать уметь. И вот когда наша сила женщин, если мы, нас больше в Украине, если мы захотим, то нас будет больше и в политике. Если мы объединимся, а не будем с друг дружкой бороться. Я перепрошу, можно секундочку? Да, тут уже Олесь. Олесь получил. Спасибо, Петр. Человек 100 стверджует, что у тебя нет традиционной ориентации. Мягко говоря. А есть такие, которые говорят, что Бузина красавчик. И говорят, что если женщина ревна с мужиком, то хоть раз спустится в шахту. Есть такие. Ну вот пришел лист, который... Савик, я знаю, вы не найдете долгие листы, но я сейчас маю играть за всю программу. Людмила Милева, або Милева, пишет нам. Слушай, мы приходим в зоопарк. Хищники сидят в клетках, потому что они обладают повышенным интеллектом и здравым смыслом. Им нельзя объяснить, что перед тобой корчит рожа человек, который пришел на тебя посмотреть и ничего плохого тебе не сделает, тем более тебя здесь охраняет. Поэтому хищники в клетках. Так и женщины, одевая провоцирующую одежду, рискуют оказаться в зубах хищника мужчины. Мужчина это сплошная рефлексия без здравого смысла, а порой и без интеллекта. Я всегда выступала против зоопарков, это каторга для животных, а вот мужчин нужно держать в клетках, раз они не способны управлять своими отдельными органами и частями тела. Люда Добрит, ты... Страхи Господни! У нас есть тот же женщина, который... Как там у тебя было? Мужчина это сплошная... Рефлексия без здравого смысла, а порой и без интеллекта. А что ты... Ну может это хотя бы один раз прозвучать в этой сфере? Савик, Савик, в клетке не я, я среди зрителей, товарищи. Ну давайте, если серьезно, на простом примере, внимание, декрета, мужского декрета, той опасной и вроде бы понятной темы, которая так до сих пор и не доходит до нашей страны, распределим эту... Господин министр, Равиль Сапюлин. Я бы чуть-чуть сказал бы... Да, выйдите к микрофону, скажите. Я хотел бы ответить на тот вопрос, который мы как-то оговаривали, ну на мой взгляд. Ну настоящий мужчина, он не будет сексуально домогаться. Культурный настоящий мужчина. Нравится женщина, он иными путями. Комплименты и так далее, если он хочет чего-то добиться, по крайней мере таким образом. Ну никак не думать, для меня, по крайней мере, это не укладывается. О декретах, если говорить. Ну, лет 20-30 назад, но я, во-первых, вообще не слышал, чтобы мужчина выходил в декрет. На сегодняшний день у нас статические данные 2%. Сегодня в Украине 2% мужчин в декретный выпуск. На Западе эта цифра 20%. Тоже опять-таки сегодня. Скажу так, данные в Швеции. Женщина полтора года в декретном отпуске. Обязательно мужчина 2 месяца должен быть с ребенком. Минимум. Это шведский вариант. Вы украинским мужчинам, скажите, вот Олесю, он может нормально уйти в декретный отпуск? Как еще раз. Вы как министр, скажите. Не понял. Может мужчина украинский уйти в декретный отпуск? Да, может. Может. И уходят. Но процент низкий у нас. Я же говорю. 2% всего. Кстати, мы тогда в родину из мужчин партии регионов ушел в декретный отпуск. Кажется, в Харькове. Но его все равно уволили с работы, причем незаконно. Потому что во время декретного отпуска ни мужчин, ни женщин увольнять с работы нельзя. Ну, эти... У нас есть точно такой же женский случай. За вами сидит Ален. Да, я хотела поделиться своим опытом. На жаль, для меня неприемный опыт выхода из декретной отпуска. Я звонила до своих новых коллег и поведела, что я имею желание выйти на работу. И они мне попередними домовилися про встречу, знакомство. И в результате это далеко была не зустричь, знакомство. Это была тостка співбесіда. В итоге вы без работы после декретного отпуска простого. Я знаю, что вы стали интересны как раз тем, что вы даете рецепты того, как правильно уходить в декретный отпуск. Поделитесь, что имя сейчас. Да, я хотела порадить мамам, которых ждет такое отношение, такие встречи. И я хотела порадить мамам, чтобы они, какомога больше, были проинформированы от своих предков, про те, какая будет ситуация, ну и взагалі, какая будет встреча. И были не только теоретично подготовлены, но и морально. Кроме того, обязательно нужно пройти, если есть желание и, конечно, время, пройти соответствующие тренинги и курсы, чтобы увеличить свою квалификацию. И, конечно, если у вас есть знакомые, коллеги, которые вас информационно подготовят до этого всего. Снежана. Вы знаете, господа, ее работодатели нарушили закон, и ей нужно рассказывать не то, что спрашивать, а нужно обратиться в комитет по защите труда. Есть такой комитет. И он выйдет туда с проверкой, они будут оштрафованы, и вы будете восстановлены. По закону, с декретного отпуска вы должны вернуться на ту же должность, на ту же зарплату. Можно, вы знаете, я вот слежу внимательно очень за нашей перебегом пуди, який отбывается у студии. И мы сейчас очень активно разделяем мужчина, женщина. У женщин одно, у мужчин другое. Они одеваются так, одеваются по-другому. К нам пристают, мы пристаем. Не важно. Мне кажется, что основная причина заключается в том, что мы перестали думать о семье в основе вообще нормального отношения к миру. Потому что мужчина и женщина являются единым целым. И если мальчик или девочка воспитывается в неполноценной семье, исключительно в женском обществе, или в обществе, ну имеется в семье, где, например, папа занимает какую-то загнобленную позицию, или слишком диктаторскую позицию, то автоматически ребенок, который растет в такой ненормальной, несбалансированной семье, где нет любви, а где существуют разные какие угодно мотивации. Деньги, власть, кто сильнее, кто умнее, кто там красивее, кто сексуальнее, кто там сволочь, а кто хороший. То у этого ребенка изначально формируется неправильное представление о мире вообще. Неправильная самооценка вообще. Он не понимает, где у него права, какие законы на его стороне, и кто его самое главное защитит. Нужно говорить о том, что семья без мамы и без папы, без мужчины и без женщины невозможна. И этих людей может объединять только любовь. А в нашем мире, наших продвинутых технологий, мы думаем либо о политике, либо о деньгах, либо о том, как сексуально, эротично, выглядаты, о ботоксе, о чем угодно. Только не о семье. Я думаю, что нужно в первую очередь говорить, что у нас очень низкий уровень культуры бытовой как таковой. И поэтому нужно думать о семье, поддерживать семью. И нельзя говорить, что женщины должны загнобить мужчин, загнать их в угол, в клетки. И что? От кого мы тогда будем рожать детей? Нас не будет украинцев. Придут китайцы и, в принципе, сделают нам подделки наших украинских детей. Потому что они знают, что есть вещи духовные, понимаете, на которых нужно акцентировать внимание и нужно об этом говорить. И действительно, я абсолютно согласна, что человек, который вырос в нормальной семье, который видит примеры, когда папа с уважением относится к матери, к материнскому труду, к этому сложнейшему, когда женщина стирает, убирает, готовит, работает. И человек это ценит, он говорит ей спасибо, он улыбается, дарит ей подарки. И она с удовольствием готовит, даже уставшая. И когда эти люди вдвоем растят нормальных детей, то этот мужчина не пойдет на улицу, хвалтуватый девчину, потому что она вышла с длинными ногами в короткой юбке, если жара 40 градусов. Обычно агрессивно ведут себя люди, которые недополучили любовь в семье. Это недолюбленные дети в неполноценных семьях. Поэтому нужно в первую очередь говорить о том, что семья должна быть основой всех основ. Нормальное, здоровое, где есть нормальные родители и есть любовь. Равиль, если же она должна работать в вашем министерстве, по-моему, он должен быть советником, как минимум. Я целиком и полностью согласен с тем, что сказала Снежана. Я хочу сказать, кстати, в нашем обществе опрос нашего населения показывает, что ценность семьи у нас в Украине на первом месте. Мы в Европе, мы вторые после Венгрии, действительно семья в нашем обществе. Но то, что у нас гендерное неравенство есть, это тоже нужно говорить об этом. Я приведу такие вот цифры. Значит, средняя месячная заработная плата женщин у нас 1860 гривен. Мужчины 2388. Разница 28,4%. И можно очень много... Я хочу подякувать Снежане за то, что перевела дискуссию с уровня сексуального домагания и всякой другой ерунды на реальный уровень ценностей, семейных ценностей. Тут вспомнилось, что Украина – патриархальное суспільство, как категорично незгидное, безумно матриархальное суспільство, как раз ценности детей, полноценной семьи и так далее. На жаль, на жаль, цей код... Культ мамы, а еще больше культ бабушки, який в нас есть всех славянских народов, он не переходит, на жаль, пане министре, на деякую политику, которая есть в стране. Вот я вам хочу... Мы уже говорили трошечки про декрети. Ви зважьте, и, пані Олександре, это мое быть важливо. Приватные предприниматели, женщины, не имеют права на декретную отпуску. Не имеют права... Моя дружина это переходила и не могла. Теперь, второе вопрос. Для многодетных семей... Ну, мы с Нижаной тут представники такого. Есть такое посвящение родителей многодетной семьи. И оно прикольное, потому что оно дает там деякие такие минимальные права. Там, ну, право на бесплатный проезд в метро, там, в трамваи и так далее. Ну, мелочи, но тем не менее, приятно. Ну, я ответил бы вам так. Когда-то их вообще не было. И то, что сегодня стали мы выдавать, это тоже плюс. То, что бывают ошибки, на то это жизнь. Но главное, чтобы вовремя их устранить. Поэтому то, что вы говорите, действительно имеет место. Михаил, скажите, как вы думаете, почему в Украине мужчины не уходят в декрет? Почему? Я думаю, что... Давайте так. Не знают, что есть такая возможность. Я думаю, что, по-перше, не знают. По-друге, факт того, что пан Министр говорил, что человек действительно, ну, мают высшую зарплату. В результате в семье принимается решение, в кого высшая зарплата, то и остается на работе. Потому что, так или иначе, нужно семью годовать. А это первое вопрос. Можливо, это неправильно, но это факт. А второе, все-таки, что на ценностном уровне мама мае быть с детьми. И это добре. В первых три года, в принципе, детине потребно больше мамы, чем батька. А это может быть несправедливо, это может быть не так. Но знаете, что есть физиологические потребы, которые может выполнить только мама. Как бы я не хотел годовать свою дитину грудьми, я этого никогда не смогу сделать. Интересная статистика. Год мужчины в декрете еще прибавляет ему три года жизни. Об этом говорят северные страны. Это уже проверенная статистика. Можно продолжить всю тему? Конечно. Ну, дело в том, что, может быть, поэтому у нас и продолжительность жизни мужчин на 12 лет меньше, чем женщин. Может быть, и с этим, конечно, связано. Но я еще хотел сказать. Вы сказали, что проблемы были у вашей жены, по-моему, вы сказали, да? Да. Но я хочу сказать, что это не только выход, допустим, в декретный отпуск, а вообще прием на работу. Почему они неохотно берут? Потому что прекрасно понимать, что это связано с последующим отсутствием на работе, который может быть вызван чем? Беременность, декретный отпуск, болезнь ребенка, уход. И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот почему в частных предприятиях действительно сложно. И не госпредприятия, допустим, а частные предприятия такого рода объявления, как, к примеру, необходим или ищем инженера, условно говоря, или такого-то специалиста возраста, такого-то мужчину со знанием языка. Тут не просто ущемление, допустим, женщин. В плане пола, да, это женщин. Но говоря, ставя точно, то четко, 35 лет, мы говорим, что уже 36 мужчин тоже не подходит. Но это удел в основном частных предприятий. Я бы хотела, чтобы вы знали и услышали другие частные предприниматели. Еще с 99-го года все частные предприниматели, которые работают как физические лица, имеют право как на больничные, как на декретные, так и на похование. Просто если на фонде их обманывают, когда они услышляют, есть документ, который я провела еще в 99-м году. По поводу оформления на работу мы упростили эту процедуру. Но поверьте, здесь имеется в виду совсем другое. Никогда, и даже в советские времена, кто помнит из девочек, не любили брать на работу женщину, которая либо еще потенциально может уйти в декрет, либо которой ребенок до трех. Это было и всегда. Но есть опыт стран, которые поделали эту проблему и поделали ее как раз за рахунок распределенной декретной отпуске между женщинами и мужчинами. И это дало переваги женщинам, мужчинам, детям и общественным в целом. Женка избавляется риску втратить работу, потому что предприниматель байдуже. Потому что он знает, что и папа, и женщина, и мужчина, который работает в нем, может такую отпуску взять. Он одновременно рискует, имея на работе молодую женщину или молодого человека. Человек, пребывая с детьми в декретной отпуске, не тогда, конечно, когда мама годует грудьми. Но я думаю, что, наверное, кто сегодня уверен в том, что мамы годуют детей до трех лет. А из пляшки годовать может и батька детьми, будем говорить так. Батько надает дитине абсолютно не меньше эмоциональной и абсолютно не меньше батьковской потребной дитине опеки, чем надает мама. И это абсолютная иллюзия, что дитине нужна мама. Дитине нужна и мама, и дитине потребен тато. А тато, перебывая с дитиной, набивает те эмоции, которые позволяют ему меньше вживать алкоголь, рисковать собою. Кінец кинцем. Из этого использовали дети, использовали общество. Вы понимаете, когда мы говорим про декретную отпуску для человека, то часть это воспринимает как принижение человека, а другая часть начинает думать о том, что есть что-то ненормальное в этом перевернуть общественные отношения. Сейчас это установление нормальных общественных отношений. За счет этой Швеции, за которую мы говорим, можно я буквально коротко, спасибо, Сарик. Вы знаете, мне кажется, что каждый из нас живет в своем собственном мире, собственных грез и фантазий, в зависимости от того, какое нас окружает окружение, да, какие люди нам вкладывают что-то в наше сознание. И я могу сказать, что то, что ваша программа сейчас подняла и очень серьезно говорит с людьми на эту тему, к сожалению, слишком поздно. Мне кажется, что мамы и папы, которые могли бы об этом послушать, они уже либо заколыхали своих детей, уставшие спят вместе с ними, да, либо там, я не знаю, смотрят сейчас какие-то другие, там, более развлекательные программы. Но чем больше мы будем в обществе говорить об этом, и чем больше мы будем формировать наглядные примеры, положительные, потому что просто говорить, что папа может пойти, мама может пойти, нужно снимать фильмы, должны быть просто определенные программы государственные, и вкладываться деньги в то, когда показывается, что это норма, норма, и ничего в этом нету предосудительного, постыдного. И, в принципе, я вам скажу, у меня четверо детей. Я ни с одним своим ребенком фактически не была в декрете. Я снималась за неделю до родов, я снималась через неделю после родов. Но у нас есть законы, и я официально находилась в декрете, получала определенные деньги от государства, и, в принципе, если человек знает эти законы, и у него есть поддержка, то, в принципе, он может себя чувствовать совершенно спокойно и уверенно, даже в нашей стране, которая многим кажется несовершенной. Все в ваших руках, господа. Если говорить о работодателях, то как раз Министерство объявило не и конкурс, о котором, надеюсь, Равиль расскажет нам, да, после рекламной паузы. Слава Богу. СПОНСОР ПОКАЗУ ФИЛИПС СЕНСО ТАЧ 3Д Наша найдосконалейшая бритва пока что. ЧП у нас. Что случилось? У моста народ собрался. У меня нет оружия, опустите автоматы. Да, автоматы. Себе раздобудешь другой. Прости, хорит. По какой причине введен карантин? Наиспоте медикаменты много раненых. Десять шагов назад. Хватит. Премьера. Там живые. Перший фантастичный детективный сериал «Шахта» від творців «Глухаря». Неділя о 18. СПОНСОР ПОКАЗУ БАНК ФИНАНСОВА ИНИТИАТИВА Все по-настоящему. ФУТБОЛЬНЫЙ УІКЕНД ЩОНЕДІЛІ О 22.25 ПАРТНЕР ПРОГРАМИ ОБОЛОНЬ УЛЮБЛЕНЕ ПИВО ВБОЛЮВАЛЬНИКИВ НЕВЕЯ ВІЗАЖКУ 10 ПЛЮС МАБУТЬ ОДНОГО Наука про гені відкрила нову еру догляду за шкірою. Інновація. Код молодості від Лореаль Париж. Формула майбутнього з технологією про ген стимулює активність генів вашої шкіри. Вона відновлює шкіру, як ніколи раніше. Це сенсаційно. Шкіра помітного молоджена, сяюча. Код молодості від Лореаль. Досягнення науки про гені. Майбутнє починається сьогодні. У нас все замечательно. У ментов на нас доказалися нет. Вся те же соответственность подекла на Владимиру Ивановичу. Твою посадят. Дело закроют. І нужно буде дальше спокійно займати нашими делами. І так би пригодилась красна і папча. Я все расскажу? І я все отдам. Не нравится мне все это? Маруся. Будні 19.25. Боротьба з злочинністю – не жіноча справа. Знаєш, я більше всего ненавижу в мужчинах. Вот це ваша уверенность в вашій правоті. Але Юлія Меншова – приємний виняток із правил. Я ж не теклася. Шанси уменьшити срок свого наказання у вас більше не буде. Рассказывайте. На каналі «Україна» нові розслідування. У детективному серіалі «Злочин буде розкрито 2». Завтра о 13. Двоє найкращих співаків країни у фіналі. Суді вже нічого не вирішують. Адже переможця визначаєте ви. За Сана Білялова відправляйте 10 на номер 212 або телефонуйте 0900 309 020. За Тетяну Втемову відправляйте 5 на номер 212 або телефонуйте 0900 309 025. Кожен ваш голос варти півмільйона. Хто отримає головний приз і звання народної зірки? Дивіться у суботу о 17. Сын професора ботаники, нарцисс Геоцинтов, держит в страхі весь город. Це ж маніяк! Да ну! Точно! Це все от безделья і алкоголизму! О, ла-ла-гарна, люди привет всім! Тросяця із дома, де нет проблем! Папа, мама, бабушка, седуха, наша фамилия! Неброга! Утина моя! Неброга! Завтра ОПИВНОЧИ! Вечер добрый еще раз! Рамное количество мужчин и женщин аплодируют как раз этой живой теме. Мы обязательно продолжим про те вопросы, которые затронули известные личности в нашей программе. Но хотелось бы вначале дать слово послу Евросоюза, господину Жизе Мануэлу Пинту Тейшера, который специально по этой теме записал для нас свое видеообращение. Европейский Союз надзвичайно зацикавленный у гарантии хривности права человеков и женщин в всех сферах жизни. Адже нерівність между мужчинами и женщинами причиняет втрату талантов и дарований. Проте, несмотря на большой прогресс, который был достигнутым последнего времени, в Европейском Союзе все еще сохранились проявы такой нерівности. Например, уровень занятости у женщин складывает меньше 60% от аналогичного уровня занятости у мужчин, тогда как Еврокомиссия планировала достигнуть уровня 75%. Все еще есть большая разница между средней зарплатой человек и женщин, в которых она меньше на 20%. Незважаючи на то, что у нас есть женщины-премьер-министры и женщины-президенты, в целом, женщины все еще недостатньо представлены в процессах принятия решений, в частности, на высоком уровне. Достигнение гендерной равности – это вызов, что должен быть принят и вырешен сильной современной демократии. Вы не согласны, Олесь? Вот я слушал эту туфту вот этого джентльмена из Евросоюза. Это туфта, все, что он говорил. О гендерном неравенстве говорят обычно политики. Знаете, почему они говорят? Для того, чтобы одурманивать головки женщинам-избирателям всего лишь. Они говорят об этих гендерных правах. А зачем ему в Украине женщины-избиратели? В Украине нужны таким же ему подобным. Понимаете? Это такая мода европейская. Послушайте, у меня вопрос вот с женщинами, которые здесь сидели. Все говорят, что якобы женщины меньше зарабатывают. А на кого мужчины эти деньги тратят? Ответьте мне, кто из вас хоть раз платил за себя в кафе, будучи с мужчиной? Кто из вас покупал своим мужчинам автомобили? Автомобили кто покупал? Кто восстанавливал импотенцию, например, из вас? Так как мы восстанавливаем, покупаем женщинам и силиконовые губы, и силиконовые груди, и ноги удлиняем, и что угодно. Мужчины тратят деньги на женщин. Кроме того, женщины еще и несколько лет на протяжении своей жизни, когда рожают, они не работают вообще. И естественно, что мужчина получает немножко больше, но тратит он это все равно на женщин. И все, что мы говорим в этой студии, вот я перед тем, как сюда идти говорил, проблема не стоит выеденного яйца. Это туфта, это болтовня. Никакие законы, никакие квоты не дадут женщине личного счастья. Власть женщины находится у нее между ног над мужчинами. И если она этой властью не умеет пользоваться, то какую быту делай, ничего не получится. Подождите, подождите. Вот смотрите, насколько расколото общество тем, что сказала Олесь Безумяна. Вот расколото, реально. Там есть? Да, я бы просто хотел, мне было интересно понимать, кто это поддерживает, кто это не поддерживает. Ставик Е, Е, Е пишут, Бузина прав, Бузина прав, снова, блин, Бузина прав. Самая большая проблема, что ты умеешь читать. Да, я умею читать. Ты знаешь, слухайте, секундочку. Тетеньки, такие листы, тетеньки, как быть в моем случае? Я предприниматель, и ко мне два года подряд майор-женщина нагло домогалась. Петлял как мог, проверки много и пристрастно. Можно ли рассчитывать на то, что ее домогательство это вымогание взятки? Лесик согласен с тобой на все в сто. О ГРМах ты очень правильно сказал. Ну, вот такие листы приходят Петры, Бузина. Лесить всего, женщин третьего, ты шелесить. Я говорю, вот, вот, Олесь, если у женщины между ног, а у тебя? Я тоже между ног, власть над женщинами. У меня такая штука между ног вообще, что они молятся на нее. Эту штуку в древние времена обожествляли, поклонялись фаллическим культом. Прекратите, прекратите лицемерить. Но, Олесь, просто ты могу. Послушайте. Те, что я, я не політик. Я не політик. Я хочу сказать, от имени успешных женок. Вы будете употреблять женщину без влагалища, молодой человек. Говорят нельзя. Вам уже женщину без влагалища. А вашей женщине вы без члена нужны. Зачем вы глупости говорите? В стране мы сегодня имеем кризу морали, культури, кризу семейных ценностей и кризу отношений. И поэтому я не політик сегодня. Но я хочу сказать, что в стране есть очень много успешных, профессиональных женок, которые готовы решить эти проблемы. Вы знаете, мы занимаем 63 место в мире среди 75 стран по ревне гендерной ревности. И это говорит само за себе, почему у нас сегодня криза этих вопросов, о которых я сказала. В вопросах государственных программ нужно делать программу морального здоровья страны. И я хочу еще напомнить таким, как вам, Олесь, висловливание известного политика, это Маргарет Тетчер, что если вы хотите почути что-то хорошо, то доручите это человекам. А если вы хотите, чтобы это было сделано хорошо, то доручите это женщине. Маргарет Тетчер не его тип женщины, я вас уверяю. Равиль, вы все-таки еще хотели бы рассказать о конкурсе, который проводит ваше министерство для работодателей. Не правильно уйти сейчас вообще. Ну просто вы как раз поднимаете тему, если вы что-то делаете, ну вот, да, проходит конкурс к концу. Правильно. Мы объявим... Аудитория женщин? Правильно. 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 Вы правы. Поэтому женщины могут ответить. Что, на это надо ответить? Обязательно. Давайте ответим. Давайте ответим. Так подожди, давайте не теряйте... Давайте игнором ответим. Вот эта женщина не хочет на это отвечать. Если вы хотите игнором, нас будут воспринимать как машину для... Чего? ...воспроизводства и все. Она что? Это фашистская идеология. Правильно. Это так... Правильно. Фашистская идеология. Что тут фашистская идеология? Ну потому что... Фашистская идеология в том, что... Потому что женщина это родильная машина. Вот я когда-нибудь где-нибудь сказал... Я повторил слова Гитлера. Там... Нет, это плохо. Это вы плохо. Выйти к микрофону лучше. Смотрите на глаза. Подождите, давайте... Зачем говорить, что это фашистская идеология? Что вы мне клеите? Вы с вами фашистка. У вас самый обычный фашист. Подождите, давайте короткую реплику. У вас самый обычный фашист. Может быть я отвечу? Вы знаете, мне кажется... Господа, буквально короткую реплику. Но короткую. На самом деле это шоу-бизнес. Он просто делает себе пиар, друзья. И женщины не должны уподобляться и спорить с подобного рода вещами. Умная, мудрая женщина будет улыбаться. Как вот, знаете, когда ребенок капризничает, не нужно его бить. И не нужно с ним разговаривать на его языке. Нужно просто улыбнуться. Пройдет время, и он поймет, что он был неправ. Ну, понимаете, задача, по-моему, программы не только убедить. По-моему, программа адресована сейчас... ...больше аудитории. И если больше аудитории... Подождите, не прерывайте. ...мудрится с убеждением. Олег, сколько вам времени? Вот, чтобы вы... Подождите, Олег. Не оскорбляли? Она не будет... Вот я сейчас уйду, и говорите здесь о своем. Сколько вам времени? Подождите, подождите. Пожалуйста, говорите. Подождите. Она... Человек не выглядит, как женщина, которая умеет оскорблять. Для начала. А я как бы... А вы выглядите, как человек, который умеет оскорблять. Это большая разница. Сейчас вы чуть ли не ударили. Я хочу... Олесь, хорошо, что Савик стоял между... Успокойтесь. Смотрите, Людмила стоит у микрофона. И улыбается вам. Подождите. Вашими словами. Друзья, господин Бузина. Олесь Бузина, вы, в общем, произнесли очень резкие вещи. Вы слушаете ответы. Вы знаете, мне кажется, есть беспристрастный оценщик этой ситуации. Это те, кто в этой студии, и те, кто нас смотрят по телевидению. И я уверена, что то, что говорила Олесь, это оскорбляет больше мужчин. И я думаю, что оскорбляет и женщин. Потому что люди, которые имеют сердце, которые имеют душу, которые имеют интеллект, которые понимают, что такое семья и любовь, никогда не должны опускаться до такого уровня оскорбления. Я думаю, что студия меня в этом плане поддержит. И мне кажется, что сейчас надо говорить прежде всего о том, что очень важно. Государство Украина оценивает путь женщин, принимая на работу, на госслужбу, либо в структуры государства, выплачивая копейки. 80% занятых в образовании, и это женщины, за 1200 гривен выжить, работая круглые сутки, непросто. В то же самое время, 30 секунд еще, государство должно оплачивать труд в этих сферах тоже достойно. Это касается медицины, где заняты женщины, социальной сферы, где заняты женщины. В то же самое время, в военном секторе заработная плата в десятки раз больше. И это несправедливо. И поэтому мне кажется, что государство должно подходить в равной мере к оплате труда женщин и мужчин, потому что и первое, и второе достаточно важно. Вот об этом можно говорить, и в этом гендерная неравность. Подождите, вы должны, вы имеете право ответить. Я уж теперь сомневаюсь, стоит ли отвечать на такой вопрос. Пожалуй, я соглашусь со Снежаной. Давайте мы оставим размышлять на эту тему Леся, все-таки, к кому он себя относит. Нет, нет, подождите. Нет, Леся, я готов с вами на дискуссии на стороне женщин, просто у нас времени. А вот вопрос про работодателей все равно остался открытым. Хотелось бы его закрыть, потому что есть определенные движения со стороны Министерства по делам семьи молодежи и спорта. Равиль, расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе. К нему имеют отношение как раз работодатели, которые могут дать работу и женщинам. 24 сентября текущего года в ходе проведения Круглого стола было принято решение провести конкурс, который был инициирован нашим министерством и проектом Совета Европы среди промышленных предприятий нашей страны, их отношения в плане политики равенства мужчин и женщин на их рабочих местах. На сегодняшний день этот конкурс еще продолжается. 9 числа этого месяца будет подведение уже итогов, уже вручение будет номинации этих победителям. Участвовали в конкурсе 91 предприятие. Среди них такие как Эрстенд Янг, Эрстебанк, Порше Украина, Майкрософт Украина, Наши Абалонь, еще несколько предприятий. Цель, которая стояла, именно показать, что дает гендерное равенство. Ну что, вот такая цель. Спасибо. Люда, 20 секунд. Да, 20 секунд. Я считаю, что нужно обеспечить достойную оплату и для женщин, и для мужчин, чтобы они могли чувствовать себя равными в семейных отношениях и в жизни в принципе, чтобы не было комплекса, что кто-то ходит на работу, зарабатывает копейки, ничего не может дать для семьи. Мне кажется, что если мы сумеем обеспечить такие условия, то тогда проблемы, о которых сегодня говорили, сексуальных домогательств и другие, они, конечно, будут ликвидированы. Я за то, чтобы достойная заработная плата была и для мужчин, и для женщин, потому что труд и первых, и вторых важен и очень нужен. Спасибо. Значит, мы... Кто получил сегодня, в течение всех пяти часов программы, максимальную поддержку от аудитории нашей, которая представляет всю Украину? Как только три, извините, словами свое детство, три братских народа разойдутся, мы в мышей превратимся. Нас мгновенно съест, съест кот в сапогах. И я не хочу этого, и я не шучу про Украину. Михаил Задорнов, говоря о Украине, России и Белоруссии. Так я говорю, я не знаю патриархальную Украину, не знаю матриархальную, но она удивительная. Я ее не понимаю. Потому что у нас сегодня аудитория, а мы это знаем по опросам, у нас сегодня в аудитории вторая партия – это объединение свободы. А что, ничего-то не было видно, которое поддерживает полностью слова Михаила Задорнова? Нет. Это же загадка. Загадочная. Я не знаю, я говорю, не патриархальная, не матриархальная. Загадочная. Для тех, кого заинтересовала эта тема, которую мы обсуждали последние полтора часа, хочу... Звоните Василису. Нет, мы следующую пятницу встретимся и будем продолжать этот проект, но будем говорить уже немножко на другую тему – насилие в семье. Да, это проблема... Следующая пятница. ...очень серьезная. Итак, студии «Рояль». Причем не просто «Рояль». Это «Стенуэй энд Санус». Да. За «Роялем» Александр Карагодин. А если Александр... Значит, и Тина Кароль будет в студии. Мы благодарим «Стенуэй энд Санус» за «Рояль». Тина, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, как вы знаете, это мастерская по реставрации «Рояля» Андрея Гансаря, которая нам предоставила этот великолепный инструмент. Значит, в понедельник, 29 ноября, скончалась, я не буду говорить поэтесс, я буду говорить поэт, великий русский поэт, Белла Ахмадуллина, очень близкий друг, кстати. Это большая утрата для нас всех. Для всех, да. Это великая поэтесса. Вы, ну, вы говорите поэт. И я хочу сказать, что на стихах этой поэтессы выросло много поколений, и я не исключение в этом случае. И много раз читала я стихи на сцене, в акустических вариантах песен, и много раз читала отрывки из стихов. Могу зачитать один из них. Это отрывок из стихотворения «Ночь перед выступлением». Безгрешно рукой водить вдоль бумаги, писать. Это втайне молиться о ком-то, запеть на показ, провиниться в обмане. А мне не дано это, и не охота. За это мне выпало нежности столько, что будет смертельней, коль пуще и больше. Сама по себе я немного востою. Я старый глагол в современной обложке. Но что-то творится меж вами и мною, меж мною и вами и всеми, кто жив. Не проще ли нам обойтись тишиною? Чтоб губы остались свежи и не лживы. Но, коль не охота, коль вам так угодно, возьмите мой голос, мой голос последний. Пребуду я с вами добра и свободна, и не уйду от вас Сколько-то летний. Сколько-то летний. А напоследок я скажу, Прощай, любить не обезуйся. С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства. Как ты любил, Ты пригубил, Погибель не в этом дело. Как ты любил, Ты погубил, Но погубил, Но погубил, Так не умела. И напоследок Я скажу Работу малую висок. Ищи верши, Но поли руки И стайкою Наискосок Уходятся Блохие звуки, А напоследок Я скажу Прощай, любить не обезуйся. Я скажу С ума схожу Или помню Скажу К высокой степени Безумства А напоследок Я скажу Я скажу Я скажу Я скажу Я скажу Я скажу Продолжение следует...